Наш следующий докладчик, директор компании по разработке программного обеспечения Hello World Technologies, преподаватель ОМГУ, ОМГТУ и онлайн школы. Пожалуйста, Евгений Тюминцев, вам слово. Тема доклада. Почему хотели как лучше, получили как всегда. И давайте поиграем. Мне нужен один человек из зала. Ничего неприличного не будет. Все нормально. Вы слишком молодые. Хотя давайте. Мы поиграем в предприятие. Я директор. Его задача производить линии. Пожалуйста, нужно произвести 12 линий по 10 сантиметров. Я хороший руководитель. Что вам надо для этого? Вам маркер, доска. Доска есть? Маркер сейчас принесу. А, ну вот уже есть. Еще что-то надо? Взяли линии. Что-то еще надо? Не надо. Заметьте, это он сам сказал. Давайте. Пожалуйста, не торопитесь. Я хочу просто, чтобы вы нарисовали 10 линий по 12 сантиметров. Никакого подвоха, ничего. Просто. Я это упражнение делаю 8 лет. Еще не нашел того, не знаю, как его назвать, сотрудника, который это задание выполнил полностью. Сейчас, пока он рисует, я буду рассказывать свои беды. Я предлагал деньги за это студентам. Потом мне сказали, что со студентами на деньги не очень хорошо, поэтому предлагал шоколадки. Шоколадки тоже не пошли. Поэтому я прошу просто на совесть. Честно говоря, похоже, совесть не очень. У меня что-то уже сомнение. Все? Спасибо большое. Присаживайтесь. Наверное, скорее всего, вы будете уволены, но... Сразу так, ну, уволены, что такого? Давайте считать. Да, блин. Нет, я так и знал, молодежь не надо. 12,5 сантиметров. Тут даже вообще дело не... Ну, блин, тут даже неинтересно. 12,5 сантиметров. 12,4. Ну, блин, вы прям все испортили. В том плане, что, конечно, никто... Ну, хотя бы вы изобразили, что стараетесь. Так, 12,3. 12,2. 14. 12,5. 12,4. 12,1. Почти успех. 12,2. Мне эта линия нравится, она тонкая, но 11,9. Вообще ни одного, ни разу. Вот. Ну, за неимением времени сейчас бы... Если бы время побольше было, сейчас бы я его поднакачал, он бы пошел еще делать. Но видно бы, что уже старался, но на самом деле бы все равно не получилось. За 8 лет ни один человек... По-моему, раза три было всего три раза нарисовали линию по 12 сантиметров, как просил. Как думаете, в чем проблема? Ну, использование трафарета решает эту проблему. О, вот опытный человек, спихнуть на заказчика. ТЗ неверная, да? Вы там где-нибудь работаете на заграничке, там и мозги пудрите. Вот тут... Да. В смысле, какие критерии приемки? Кому непонятно, какие критерии приемки? 12 сантиметров линию нарисовать. 12 сантиметров. Какая тут погрешность? Тут полсантиметра не довисовал человек. Вы что? Лучше больше, чем меньше? Ну вот я говорю, чувствуется опытная рука. Владислав, в следующий раз напомните, чтобы я с вами не связывался. Не, ну если там все просят килограммы, а где насыпать килограмм и 20 граммов? Будем готоваться? Я говорю, опытная рука. Я не спорю. Вот. Я-то просил 12, и 12 не получается. Ну, вот здесь как раз уже предложили идею с трафаретом, да? И посмотрите, если бы у нас был трафарет, который всех устраивает. Во-первых, ну, как молодой человек рисовал быстро, конечно, вряд ли бы мы управились. Но явно процесс был бы быстрее, процесс был бы точнее, и еще, наверное, не зависело бы это от человека, который бы это все рисовал. Если бы сейчас попросили другого человека, то он бы тоже не уложился в эти 12 сантиметров, но разброс был бы совсем другой. Там у кого-то миллиметр, у кого-то два миллиметра. Ну, здесь это совсем большой разброс. Вот. То есть вопрос, что за этим стоит? Как думаете? Почему? Тут без всяких подвохов. Я думаю, задача специально сформулирована так, что вопросов тут нет. Что такое 12 сантиметров, оказывается, в теории знают все. На практике их никто не видел, но вот как думаете, что… Физика бессердечная. На самом деле здесь речь идет о карта Шухарта, о статическом вариабельности процессов. То есть когда мы производим какое-то изделие, даже если это у нас процесс массового производства, эти изделия все равно чем-то отличаются по параметрам. У кого была метрология, там знают про уровни допуска и про прочее. Но самое главное, что не бывает два абсолютно одинаковых результата. Эти результаты хотя бы чуть-чуть до чем-то отличаются. И тут возникает вопрос как раз этих границ допуска, в пределах которых мы считаем, что результат нам приемлем. И он считается качественным. Давайте сейчас немножечко посмотрим. Кто знаком с картами Шухарта? Да, вас еще можно спрашивать, сколько раз слышали про карты Шухарта. Ладно. Но сегодня про другое будет. Во-первых, смотрите, идея какая. Если у нас есть изделия, и они как-то отличаются по параметрам, соответственно, мы можем вычислить какой-то разброс этих параметров. То есть видеть… Есть какие-то результаты, которые мы получаем, и они, если у нас процесс более-менее налажен, они образуют некоторый паттерн. Вот эта картинка. Этот паттерн как раз называется распределением математики. Соответственно, чем он может отличаться? Он может отличаться по положению. То есть у нас вот эта вершинка, ну тут все увидели нормальное распределение, его здесь нет, но вот эта вершинка, она может где-то там бегать. Он может отличаться разбросом. То есть чуть-чуть пошире, чуть-чуть поуже. Он может отличаться формой. То есть не обязательно всегда нормальное распределение, но какое-то есть. Но самое главное, что если у нас процесс статистически стабильный, мы будем получать вот это распределение всякий раз, когда мы этот процесс запускаем заново. То есть все значения, которые попадают, они попадут в какой-то вот этот ожидаемый диапазон. И это нам дает возможность предсказания будущих результатов. Да, мы разброс какой-то получаем, но если процесс у нас отлажен, статистически стабилен, есть какие-то общие причины, которые влияют на этот разброс. Тут можно говорить про маркер, про линейку, про чего угодно. То мы будем получать примерно одинаковый результат, и этот результат не будет меняться во времени. То есть у нас процесс становится предсказуемым. То есть когда мы запускаем этот процесс заново, мы можем сказать, что диапазон значений, которые мы получим, вот будут в некотором вот таком разбеге. В частности, почему я про эти линии рисую? Я знаю, что здесь полностью линию до конца получить невозможно, но я знаю, что есть какой-то определенный допуск. Если бы мы здесь карту сейчас посчитали, то мы получили бы статистически стабильный процесс. То есть вот эта схема, когда у нас есть человек, линейка, маркер, это устойчивая система по производству брака. Почему? Процесс статистически стабильный, то есть все числа, которые мы получаем, они естественные для такого способа рисования линий, но при этом нас не устраивает результат. Это значит, что нужно поменять систему. Если мы ее не поменяем, то есть можно применять разные методы мотивации. Можно конфеткой, можно кнутом или паяльником. Результат от этого сильно лучше не станет, потому что тот процесс, который мы имеем, он не позволяет нам просто получить требуемый результат. Отсюда возникают некоторые идеи. Еще забыл сказать про неустойчивые процессы. Неустойчивые процессы чем плохи, тем что их прогнозировать невозможно. То есть мы не знаем, какое в следующий раз распределение будет, ну и, соответственно, ничего не можем предположить о том, какой результат получим на выходе. То есть неустойчивые процессы предсказывать невозможно. Если же мы возвращаемся к устойчивым процессам, то мы можем вычислить одну допустимую границу, в рамках которой у нас есть разбег, другую допустимую границу, и можем по вот этим вот вещам определять некоторые особые причины, которые могут возникать в процессе нашей работы, в процессе нашего производства. То есть, например, если мы получаем числа и знаем, что для этого нормального распределения это допустимое число, то все хорошо. Если мы получили число за пределами вот этого нормального допустимого значения, что это значит? Кто знает? Это значит, что у нас распределение поменялось, и значит у нас процесс какой-то другой. То есть есть какой-то фактор, который влияет на то, что процесс пошел по-другому. То есть мы можем теперь замечать, что наш процесс как-то поменялся. То есть выявлять, соответственно, особые причины. Ну и вот, соответственно, карты Шухарта – это, наверное, самый простой способ как раз делать вот эти расчеты. Предполагалось, что мы с вами посчитаем, но я так прикинул, что, наверное, в субботу заставлять считать не сильно гуманно. Я просто расскажу про формулу, вы убедитесь, что, ну, наверное, это достаточно просто. Предположим, что у нас есть какие-то измерения, которые мы производим. Ну, как я вот сделал с линейкой. У нас эти измерения групповые. Там группа бывает из двух подряд измерений, из трех, из четырех. У нас на доске группа из одного измерения. Мы считаем среднее каждой группы. Среднее каждой группы. Дальше. У нас получается 10 измерений. Допустим, в каждом измерении, в каждой группе, вернее, 10 групп, в каждой группе по, например, 5 измерений. У нас получается будет 10 вот этих средних значений. Поэтому карты называются картой средних значений. Дальше что мы можем сделать? Х с двумя чертами – это среднее средних. Это некоторый аналог математического ожидания. Некоторый, потому что это неполное соответствие. Мы просто получили какие-то цифры, как-то там считаем и получаем вот этот результат. Теперь размахи. В каждой группе размахи считаются как? У нас есть 5 измерений. Берем минимальное, берем максимальное, берем разницу между ними. То есть размах – это получается максимальное расстояние между самым большим значением и самым маленьким значением. Точно так же можем посчитать средний размах. То есть если у нас было 10 групп, мы получили размах каждой группы и вот считаем среднее по этим 10 группам. И верхняя граница – это то, что была вот здесь на графике. Она рассчитывается просто как… Ну, некоторая формула. Среднее средних, средний размах, а коэффициент А2, он берется из таблички. Табличка выглядит как таблица Брадиса, очень похожая. То есть там табличка, если у вас группа состоит там из двух элементов, число такое. Если из трех элементов такое, то есть просто циферка берется из таблички. Ну, как видите, формулы здесь, если даже там, может быть, быстро говорю, непонятно, формулы очень простые. То есть ничего, кроме умножить, разделить, тут нету. Сложить, отнять. Эти формулы вообще разрабатывались для работников предприятия. Это вот верхняя и нижняя граница. А по control level, low control level. Это вот эти вот. Вот. Ну, точно так же есть карта размахов, но это нам как бы не сильно важно. Вот. То есть мы можем получить просто два числа на входе, и все значения, которые мы получаем, можем сравнивать с этими числами. То есть сравнение очень простое. Если больше верхней границы, это аномалия. Если нижней границы, это тоже аномалия. Есть еще некоторые признаки, но на практике обычно вот этих признаков очень сильно хватает. То есть это просто инструмент, который позволяет обнаруживать аномалии. То есть позволяет обнаруживать ситуации, когда наш процесс как-то стал работать по-другому. То есть что-то изменилось. Возникла некоторая особая причина, которая изменила распределение нашего процесса. В таком случае мы можем управлять процессом работы следующим образом. Вот предположим, что наша цель получить вот это значение, чтобы… Ну, те же 12 линий, да. А, например, текущие значения у нас получаются вот на этой картинке. Что мы видим? Процесс статистически стабильный. То есть мы будем производить некоторые значения, и гарантированно, что они будут вот в этих пределах, потому что он статистически стабильный. Мы меняем процесс работы, у нас распределение меняется, ну и допустим мы достигаем результата. Что это значит? В некоторых случаях у нас результат удовлетворительный, то есть выше нашего показателя, это вот как раз, ну больше же. Вот, а в некоторых случаях результат еще недостаточный. Это значит, что следующий этап какой? Мы опять придумываем изменения в нашей работе, и если мы получаем, скажем так, результат, который лежит выше нашего целевого показателя, то мы, получается, ну вы решили нашу задачу. Поменяли процесс таким образом, чтобы мы получали устойчивый, гарантированный результат, такой, какой мы хотим. Вот это называется статистическое управление процессом производства. То есть умышленно внедряем в стабильно рабочий процесс, меняем технологию работы таким образом, чтобы наши показатели каким-то, ну удовлетворяли той цели, которую мы хотим. Что это за показатели? Это понятно, каждый раз все делается по-своему. Как применять на практике? Вот мне организаторы сказали, что я уже с этим достал, поэтому не разрешили про это рассказать. Посмотрите, пожалуйста, видео, ну если кому интересно, вот доклада с РИД 2020. В этом видео как раз было рассказано, как это применялось на одном из проектов, где в качестве разработчиков выступали только одни джуны, а мы потом получили показатели выше, чем у предыдущей команды из опытных разработчиков. Там получили по скорости, ну примерно такое сравнение, у предыдущей команды сайт открывался в среднем за 4,5 секунды, у джунов за 800 миллисекунд. Но они косячники, потом нашли ошибку, он стал открываться за 400 миллисекунд. Нам как бы по барабану, у нас цель была секунда. И то же самое. У них на миллион страниц 70 тысяч открывалось с 500 ошибкой, у нас на миллион страниц 7 страниц только открывалось с 500 ошибкой. То есть количество, надежность сайта выросла в 10 тысяч раз при команде джунов. То есть собственно цель статистического управления процессами в том, чтобы избавить нас от зависимости от конкретных людей, которые работают на проекте. То есть создать такую систему, при которой результат гарантируется независимо от тех людей, которые работают в этом проекте. Ну это подбором архитектуры, прочих всяких вещей, которые это делается. То есть здесь вот это рассказано. Отчасти некоторые вещи, которые здесь описаны, вот они есть в блоге в кейсах. Вот. А теперь давайте… То есть сейчас пока идея такая, что есть некоторая штука, которая нам позволяет понимать, какую систему мы получаем, управляемую или неуправляемую. Есть некоторые показатели, с помощью которых мы можем предсказывать наши будущие результаты. Вот. Теперь давайте посмотрим, что такое вообще сложная система. То есть посмотрим, есть ли какие-то вещи, которые нам могут препятствовать созданию стабильных статистически управляемых процессов. Ну вот в частности есть такая статья, что считается сложной системой. И там перечислены некоторые факторы сложности. Часть факторов такие. Ну я думаю, это стандартные, все видели, потому что все берут из этой статьи. Она переиздавалась многократно с 1976 года. 2020-й – это вот последнее свежее переиздание. Факторы сложности какие? Число элементов, число связей, недетерминированность процесса, открытость системы, то есть это значит, что она может пополняться, и наличие обратной связи. То есть система может менять свое поведение в зависимости от тех факторов, которые она получает из внешней среды. Для нас интереснее такое, что следствием сложности являются такие вещи, как нелинейность. Нам, по сути дела, из этого нужна только нелинейность. Я сейчас попозже на следующих слайдах расшифрую, что это такое. Самоорганизация, робастность, иерархичность, адаптивность поведения, модульность состояния. Ну как я говорил, нас интересует только нелинейность. Давайте посмотрим, что такое нелинейность. У вас есть каких-то два показателя, каким-то образом описывающих ваш процесс. Не знаю, что это. Может быть проект, может быть производство вот в этих линии или еще чего-то. И нелинейность, это означает, что вот эти два показателя, у них есть функциональная зависимость, но функция не является линейной. Она может быть там, не знаю, квадратичной, логарифмической, но вот нелинейной. Ну и, собственно, где возникает сложность, проблема сложности. Возьмем вот запеременную x, это некоторый результат проекта, который мы бы хотели получить, или по которому будем оценивать, как у нас все получилось. Можно оценивать, кому нравится в деньгах, кому нравится в количестве строк кода, кому хочется в количестве пользователей. То есть это нечто, что мы в итоге получаем на выходе. И есть некоторый ресурс проекта. Опять же, они могут быть совершенно разные. Это, например, человека месяцы, вложенные деньги, время с момента какого-то события. То есть это вот то, что в DevOps меряется от момента постановки задачи до выпуска на прот и так далее. Это наши ресурсы. Ну и предположим, что мы можем по нашему результату как-то вычислить размер нашего ресурса. Проблема сложности начинается тогда, когда f от x оказывается не линейной функцией. Почему? Потому что мы всегда рискуем растратить ресурсы быстрее, чем получим нужный результат. Это, собственно, те проблемы сложности, которые периодически возникают на проектах и с которыми приходится сталкиваться и как-то учиться их решать. Вячеслав, вы так нахмурились. Я вам скажу позже. То есть не y это f от x, а не x это f от x. Нет, здесь смотри. Нет, здесь у тебя план производства. Тебе нужно произвести 12 линий. Ты должен оценить, есть ли у тебя ресурсы на производство этих линий. Например, сколько тебе маркеров надо, сколько там печенек скормить надо этому товарищу и так далее. То есть здесь вопрос прогнозирования. Мы собираемся достичь какого-то результата, а можем ли мы его достичь? И в этом как раз проблема сложности, потому что ресурсы мы будем расходовать, это их точно израсходуем, а вот получим мы результат или нет, это непонятно. Сейчас понятно, к чему я буду клонить, к тому, что если мы эту функцию предсказывать не можем, то мы каждый раз как это, вот в общем перекрестясь и будь что будет, пошли работать. То есть у нас, ну, если у нас эта функция будет не статистически стабильная, не прогнозируемая, мы не сможем получить, ну, мы, в общем, якобы говорим, что мы даем прогноз, но это вот как, разработчика требует оценить в человека часах, сколько будет. Вспомните, как вы оценивали. И каждый раз ли вы были уверены, что ваш прогноз это точный, да? И каждый раз ли вы готовы ответить на вопрос, а, собственно, почему вы так решили? У кого была ситуация, когда вас спрашивают, а почему так? И вот внутри такой, ну, е-мое, я и так назвал число, да? Еще и объяснить, почему такое. Это вот как раз вопрос того, что это все очень трудно спрогнозировать. Ну, и к чему я веду-то? Если у нас есть какой-то показатель, и система не статистически стабильная, мы не знаем на самом деле, ну, в общем, мы про него ничего не знаем. Потенциально это значит, что если одного и того же проекта, человека попросить решить одну и ту же задачу, ну, желательно сложную, да, то у него может разбег быть один раз, там, не знаю, сделает ее за год, другой не сделает вообще никогда. И обвинять его в этом нельзя, потому что, ну, это все непрогнозируемо. Мы не смогли стабилизировать какой-то из соответствующих показателей. Ну, и, собственно, что эта проблема сложности обозначает? Ну, во-первых, все знают, что серебряной пули не бывает. Только что вы прослушали математическую формулировку этой вещи. Проблем сложности очень много, и какое бы вы решение ни предлагали, оно может удовлетворять лишь конечному набору этих проблем. Возможно, что в вашем проекте окажется какая-то другая, которая с точки зрения, вот, рассматриваем решения, никак не регулируется. Потребность в ресурсах не поддается прогнозам. То есть если мы не можем, почему мы не можем стабилизировать? Если процесс статистически стабильный, мы получаем величину, у которой есть разбег выше, ниже, а у нас здесь величина начинает расти, она нелинейная. Понятно, да, проблема? То есть если у нас функция нелинейная, мы не можем вот так его ограничить двумя вот этими линиями, вертикальными, как у нас было. Рано или поздно она у нас будет выходить за эту линию. То есть это обозначает, что процесс не статистически стабильный. Каждый раз, когда мы имеем дело с функцией, которая обещает вам, что ресурсы будут расти очень быстро. Ну, в общем-то, эта штука зато позволяет оценить. Вот если вам нахваливают какую-то технологию, да, и говорят, она такая классная, замечательная и прочая, и прочая, да, спросите, какие задачи сложности она решает. Если вы понимаете, какие задачи сложности она решает, вот по ним и оцениваете, можно эту технологию использовать вам или нельзя. Ну, и можно предположить, что существуют какие-то технологии, которые могут обеспечить очень большое преимущество. То есть мы сейчас говорили о том, что потребность в ресурсах растет быстрее, чем размерность задачи. А если предположить, что у нас зависимость логарифмическая или вообще константная. То есть то, что у ритейла называется масштабирование. То есть мы начинаем продавать вагонами, а у нас цена начинает падать на каждую единицу. Это вот как раз эффект масштаба. То же самое, если здесь появляются какие-то технологии, которые нам это обеспечивают, мы получаем преимущество. То есть по проблемам сложности можно фильтровать, где маркетинговые там вот эти, как их называют, булшиты, а где, собственно, нормальные, хорошие результаты. Давайте посмотрим на хорошо известные проблемы сложностей и как они вообще откуда возникают. Ну, здесь можно было даже не проблемы сложности, а заглавить примерно так. Каргокульты, про них было модно говорить лишь 6 назад, а сейчас каргокульты как бы существуют по-прежнему, про них никто не говорит. Давайте посмотрим про эти каргокульты. Ну, пока про вычислительные… Так, каргокульты забежал вперед, прошу прощения. Вычислительная сложность, понятно, она есть. Это самая простая из видов сложности, которая обычно хорошо изучается, ну и как бы все разработчики должны с этим уметь работать. Как она решается? Многообразие алгоритмов и структур данных. Не нравится нам квадратичный алгоритм? Ищите линейный, ну если он существует. Не существует, ну вот как есть. Надо придумывать тогда, возможно, тогда не точные алгоритмы, а уже какие-то неточные за счет того, чтобы выигрывать преимущество. Но, по крайней мере, здесь понятно, с чем мы боремся. Мы хотим выйти на определенные размерности, технология нам не позволяет, мы начинаем искать другую технологию. Скорость разработки ПО. Но я не мог удержаться без этого слайда, кто слышал меня не один раз. Вот эта диаграммка нарисована в книжке Брукса «Мифический человекомесяц». Это исследование Нао Сафара, которое производилось в 60-х годах прошлого века. Суть ее в чем? Исследовали несколько крупных программных проектов, которые были известны на тот момент. Результат, который мы получили, мерили в тысячах машинных команд, а ресурсы это были человекомесяцы, которые были потрачены на производство этих проектов. Соответственно, ожидание было какое? Что будет все пропорционально. То есть надо еще тысячу команд набросить. Вот там месяц потратили, еще тысячу, еще месяц. А выяснилось, что зависимость идет нелинейная. У них там степенная функция с показателем полтора. То есть это как раз показатель того, что скорость разработки падает по мере роста размера проектов. Это вообще вещь контринтуитивная. Вот я знал, что ты задашь. Спасибо, мы с ним договорились. У нас недавно было исследование с моим студентом. Мы померили известные Явовские проекты. Там все хорошо. Укладывается в этот график. Там единицы. Есть Майвин, который там, у них статистически все стабильное, скорость прям постоянная. Но про Майвин, когда мы показали, сказали, Майвин, так он же не развивается. Вот, поэтому есть предположение, что у него все хорошо, потому что больше ничего нет. Вот. А также IntelliJID, там Spark мы мерили, вот Spring, там вот кривая такая верная, устойчивая. То есть мы-то думали там вообще определять, что туда придется, а там просто вот такая кривая. Вот, поэтому померили. Спасибо. Вот. Ну и плюс еще достаточные условия постоянной скорости разработки. Здесь немножечко, опять же, эти доклады все были. Я рассказывал, в 2017 году вышла статья, которая является, статья математическое доказательство того, что принцип открытости и замкнутости является достаточным условием постоянной скорости разработки. Ну, я как бы с Solid, все знают, что давно ношусь, да, и мне надоело отвечать на вопросы, почему все про Solid рассказываешь, это не модно. Ну вот, в итоге удалось доказать теорему, которая показывает, что критерии постоянной, не критерии, а именно достаточные условия постоянной скорости разработки, это соблюдение Solid принципов. То есть в этом плане можно ходить, но для этого надо поддерживать Solid. Еще одна из известных проблем, это закон Амдала. Он, правда, перевернутый, потому что результатом у нас является ускорение проекта, а ресурсами количество процессоров. Если этот график вот так перевернуть, то увидите, что кривая, она вся та же самая. Ну, про закон Амдала, я думаю, все слышали. Здесь просто упомяну, что это тоже одна из проблем сложности, вот согласно того определения, которое я дал. Как решается? Системами обмена сообщений. Почему? Потому что в 1973 году вышла статья Карла Хьюита об актерной модели вычислений. Карл Хьюит, ну, актерную модель вычислений вы все знаете, потому что они, по сути дела, присутствуют везде. Первая коммерческая модель акторов это Erlang, потом это было все реализовано в Скале, Ваке и практически везде. Если хорошо присмотреться, то любое десктопное приложение под винду это тоже актерная модель. Тут просто надо определение посмотреть. То есть все, что работает на сообщениях, по сути дела, это актерная модель. С актерной моделью там есть какая-нибудь неувязка. Карл Хьюит утверждает, что актерная модель способна на сверхтьюринговые вычисления. Идея там сводится к тому, что в обычных вычислениях у вас есть ограничения по количеству операций, которые вы можете выполнить за единицу времени. Это так называемый ограниченный недетерминизм. А Хьюит утверждает, что у него неограниченный недетерминизм. То есть между моментом приема одного сообщения второго в одном актере у вас может произвести неизвестно какое количество сообщений. То есть по сути дела это ничем не ограничено сверху. Не все с этим соглашаются, поэтому про актерную модель все знают, а про автор актерной модели он там гик, сумасшедший и так далее. И как-то все про него молчат. Но тем не менее она используется везде. Опять же, если вспомните, все проекты, которые там про хайлоат, они все равно где-то возле этих сообщений вертятся, поэтому как бы про масштабирование здесь и идет речь. Опять же, мы не пошли ни в многопоточность, ни в многоядерность. Она, как правило, закрыта сейчас асинхронными вещами, но никак не в синхронизации. Потому что в синхронизации изначально заложено это ограничение просто в самой модели. Давайте посмотрим еще… Это я просто проиллюстрировал, какие бывают проблемы сложности. Их на самом деле очень много. Несколько десятков из тех, которые я видел. Если хотите обзорно посмотреть, то есть книжка Левенчука, системное инженерное мышление, у него там буквально кратенько в один абзац, он там несколько десятков этих проблем уложил. То есть вот зависимость ресурсов и каких-то результатов проекта. И их на самом деле очень много. Поэтому получается у программиста должна развиваться какая способность. Чем больше одновременно он проблем сложности умеет решать, тем качественнее у него получится результат проекта. А давайте теперь немножечко, надеюсь, поспорим. Я задал вопрос. Глобальные переменные – это плохо или нет? Вот сейчас будем трактовать с точки зрения проблем сложности. Давайте так. Кто плохо – поднимите руку. Кто не согласен, тот будет вынужден объяснять. Вот. Больше. Я буду всех спрашивать, кто не поднимет руку. Ладно. Вот. Глобальные переменные – это плохо. Ну, это стандартная вещь. Объясняю где-то в университетах. Если студент случайно спрашивает преподавателя, а почему плохо, да, там получает ответ что-то вроде, ну, там структура программы меняется, там что-то как-то плохо отлаживать, что-то вот вроде такого. Если посмотреть на проблему сложности, вот на вскидку, как думаете, какая-нибудь проблема сложности есть, которая мешает, которым глобальные переменные мешаются? Тестирование. Тестирование. А чем оно мешает? Вот ты прям как выучил, как с университета. Вот, да-да-да, вот про это и рассказывает. На самом деле получается так. Есть PHD-диссертация 1976 года, в которой теорема была. И теорема говорит следующее, что если… Ну, это правда тут, чтобы полностью понять, это надо чуть-чуть про логику вспомнить. Я этого делать не буду. Если вы используете глобальные переменные, рекурсию, вложенные процедуры, процедуры, которые используются в качестве параметров других процедур, статическое связывание, то не существует у вас полной системы аксиом. Если перевести на язык программирования, то ситуация такая. Если вы это все вместе будете использовать, то выяснится так. Задачу решить можно, вам даже могут показать это решение. Но если вы эти все пять штук будете использовать, у вас ничего не получится. Как ни пытаетесь, это не получится. То есть вот эта полнота системы аксиом, ну, если на языке логики означает, что у вас существует какая-то истинная формула, ну, в том языке, с которым вы работаете, но с помощью системы аксиом, которая у вас есть, вы ее никак получить не можете. А система аксиом с языками программирования как связана? Любая грамматика языка программирования – это исчисление. Такое же, как дифференциальное исчисление, интегральное исчисление и так далее. То есть это просто формулы. Ну, и когда код пишется, то компилятор за программиста автоматически доказывает, что тот код, который вы написали, он принадлежит языку программирования. Это и есть теорема. То есть сам код, который вы написали, это теорема. Ну, это если устанавливать соответствие терминов программирования и логики. То есть, по сути дела, если вы хотите получить приключение, то, пожалуйста, используйте все пять этих вещей, играйте в лотерейку. Может быть, вообще никогда не получится написать программу. И у того же Кларка следующее следствие идет из этой теоремы. Заключается она в следующем. Поменяйте любой из этих пунктов и у вас все получится. То есть откажитесь от любого из этих пунктов, замените его на обратный, и у вас все будет хорошо. Давайте смотреть. Статическое связывание. Как его можно поменять? Ну, только если перейдете на другой язык. Да, поэтому если уж… То есть если мы возьмем пункт какой-нибудь, то мы можем… Да, блин. Возьми просто JavaScript. В JavaScript все используют глобальные переменные. То есть вот спроси, глобальные переменные использовать можно? Нет. И тут же пишет его. Вот что за дела. Вот. Поэтому это как раз, ну как, некоторые… Вот каргакульты это и есть. Нельзя использовать глобальные переменные. Но иногда можно. Или это догмы, как в религии. Выучили, что вот это должно быть правильно. А почему неизвестно. Как в жизни сложилось, но грешить можно. Вот это как раз использование глобальных переменных, это грешим помаленьку. Давайте сейчас просто по пунктам разберемся. Статическое связывание. Если у нас язык, извините, такой, то мы можем это поменять, только перейти на другой язык. То есть ну как бы если остаемся в рамках языка, менять это не можем. Дальше. Рекурсия. Ну блин, есть классные алгоритмы, от которых жалко отказываться. Плюс еще неизвестно в какой библиотеке кто там это захочет, да. Мы этим управлять не можем. Вложенные… Ну не вложенные процедуры, а процедуры в качестве параметров других процедур. Если мы от этого откажемся, то хана коллбеком, командом, лямбда функциям. Тоже невозможно отказаться. Вложенные процедуры. Ну сейчас как бы лямбда функции, по сути дела, вложенная процедура внутрь другой. Поэтому можно отказаться, но это будет как-то не очень аккуратно. Мы уже 4 пункта перечислили. Смотрим. О, глобальные переменные. Ну просто они вот последними оказались в этом списке и все. В этом плане глобальные переменные не зло, а просто жертва, которой приходится пожертвовать. Вот и все. Если вспомнить, например, старые языки, я вот захватил в школе. Мы писали на языке C, и там как раз было запрещено использовать вложенные процедуры. Просто нельзя было в языке C определять вложенные процедуры. Там, пожалуйста, глобальные переменные пиши не хочу, никаких проблем с этого не будет. Сейчас же в современных языках, благодаря лямбам, ну вот только глобальные переменные остаются. Либо переходите на JavaScript, там все можно. Я не агитатор, я у вас крипта, но… Вот. Собственно, опять же, штука какая. Смотрим. Никакой проблеме сложности глобальные переменные не мешают. Это просто вот такая миф, который запомнился когда-то, много лет назад. Вот, собственно, из этой теоремы. И получилось такое, как бы глухой телефон. То есть, наверное, первые поколения знали эту теорему, вторые поколения знали, что ее просто можно не использовать, третьи поколения уже не знают, почему ее можно то ли использовать, то ли не использовать. Никаких проблем сложности это не затрагивает. Ну, кроме одного. Но это не проблема сложности, что вы, если все пять штук будете задействовать, вы просто не решите задачу. Оно вам надо. Вот и все. Давайте еще посмотрим. И тут же, да, глобальные переменные использовать нельзя. Но вот скажи сейчас, логи не пишем. Я думаю, сейчас меня бы должны порвать. Логи писать нельзя. Но логи это что такое? Это файл, скорее всего, один. И, по сути дела, это глобальный объект на все приложение. То есть, только что сказали глобальные переменные плохо, но тут же пишем все в логи. И за то, что я скажу, в логи писать нельзя, а я обычно говорю, что в логи писать нельзя. Почему? Потому что я долгое время писал многопоточные приложения, и там, если в логи начинаешь фигакать, то у тебя рейс кондишен, ну, в общем, во-первых, снижается производительность, потому что операции ввода-вывода, а во-вторых, за счет этого распределение операций по потокам, оно немножко другое. И вы даже не сможете отладиться, если у вас есть рейс кондишен, и вы вставляете логи, может, вплоть до того, что ситуация такая, логи поставили, все хорошо работает. Логи убрали, оно перестало работать, потому что меняется распределение команд по потокам, и отладить их просто невозможно. Поэтому я вот, например, логи вообще не люблю. Но зато вот те люди, которые часто говорят, что глобальные перемены нельзя, тут же говорят, что логи можно. Где-то вот здесь противоречие. То же самое, например, зато я люблю, например, IFC контейнеры, Inversion of Control контейнеры, которые реализуются как сервис локаторы. Там тоже люди сразу в стойку говорят, о, сервис локаторы, это как глобальная перемена, значит, ее использовать нельзя. В общем, я к чему говорю? К тому, что это все на уровне просто вот каких-то, когда-то одна бабка сказала, мы запомнили, просто повторяем. Чтобы оценить, есть ли здесь какая-то проблема или нет, проще ориентироваться на какие-то проблемы сложности. Мешает это решить какую-то задачу или не мешает? Глобальные перемены абсолютно ничего не мешают. А логи мешают. Еще интересный такой момент. Вот это интерфейсик, это буквально взят со второго курса у студентов. Мы там двигаем объекты на экране. Ну и у нас, собственно, есть объект, у него есть положение в пространстве, есть мгновенная скорость. Ну и функция движения выглядит так. Прочитали значение, прочитали скорость, сложили их, записали. Теперь вопрос. Может ли getPosition и getVelocity возвращать исключение? Тоже обосновать. Кто за то, что не может? Поднимите руку. Кто за то, что может, будет обосновывать? Как бы getPosition. Естественно же, оно должно возвращать исключение. Правда ведь? У вас должно сейчас что-то под это. Ну, я вам зря зачет поставил. Так. Николай, давай. Я предпочитаю рассуждать федермина побочных эффектов. И вот первые две, по крайней мере, не должны. Так. Хорошо. Поднимите руку, кто с ним согласен. Не слышал? А, он сказал, что getPosition и getVelocity не должны выкидывать исключение с точки зрения побочных эффектов. Логично. Да, поднимайте руки, кто согласен. Так, ну как-то. Ну, чувствуешь, как бы понятно, что клоню-то надо вот про обратное. Я согласен. Уже как-то где-то подвох, но где? Давайте вспомним чего? Ну, например, вспомним кап-теорему. Что такое, что вы всегда можете получить последние данные с точки зрения кап-теоремы? Это консистенция, согласованность. Если вспомните, то в кап-теореме нельзя одновременно все три буковки реализовать. Либо и АС-систем, вообще говоря, ну, как бы вообще это какая-то странная вещь. И на практике, по крайней мере, из моего личного опыта, у вас есть тема, скорее всего, АП. А здесь же получается, отказываясь от того, что вы выбрасываете исключение, вы сразу утверждаете, что ваша система будет буковкой С. Не знаю, как там насчет П, а вот буковкой С она точно будет удовлетворять. Вопрос, всегда ли это так? Это примерно так же, как мы подбираем какие-то инструменты, да, а потом говорим, ой, что-то у нас не получается. Ну, консистентности. Всегда можем получить актуальные данные. А у нас только согласованности бывает вот в том виде, как вот она формулируется в каптеореме, считается, что такую согласованность получить нельзя. То есть мы создаем объекты, которых не существует в природе, потому что ну нельзя. Считается так. И есть 40 видов согласованности. А, время заканчивается. Ну, в общем вот, если посмотреть на каптеорему, да, то выясняется, что мы здесь сами себе создаем инструменты, которые порождают нам определенные проблемы. Вот. Здесь какая проблема сложности? Как решается вот эта вот консистентность задержкой? Готовы ли вы, что если у вас исключение никогда не возвращается, ждать до бесконечности? То есть в этом плане вы получаете показатель нестабильности и время отклика соответствующей системы. Ну, либо исходите из какого-то другого костыля. То есть вот эта бедная… Ну, я как и предполагал. Бед позиция имеет еще побочный ответ в хождение в сеть. Да я не знаю. Вот покажите мне проблему сложности, которая мешает сайд-эффект. Вот покажите. Тогда будем про это разговаривать. Ну, тестирование… В тестировании другая проблема сложности, что у вас количество вариантов много. И единственное решение этой проблемы – это построение классов эквивалентности. Именно в том плане, как это определяется в алгебре. Это просто классы эквивалентности. И там про сайд-эффекты вообще не проблема. Нет никакой проблемы в классах эквивалентности. Сайд-эффекты их никак не учитываю. Коля, ну как ты вот это С покроешь? Ты меня С покрой, не уводи в другое место. Ну, тут вот так. Ну как, мы создаем какую-то систему, которая должна удовлетворять этим результатом. Берем другие инструменты. Строим здание, например, из пенопластовых кирпичей. И удивляемся, почему-то оно у нас улетело. Вот примерно так же. Ну вот подобрали пенопластовые кирпичи. Ну у нас, кстати, строятся здания из пенопластовых блоков. Вот. Вроде стоят пока, конечно. Так, ну вот. Это как раз мысли опять. Вот очень сложно понять, да, и решиться, пока не смотришь на проблемы сложности. Проблемы сложности позволяют вам решить, годное решение или нет. Если покопаться, ну я вот специально поставил глобальные переменные, то выяснится, что то, что вам вдалбливали, это просто миф. И на самом деле проблема совсем в другом. Здесь примерно то же самое. С циклами. Есть проблемы? С циклами можно писать? А? Вечный цикл. Ну, вечный цикл – это проблема остановки машины тюринга, да. Ну, во-первых, с циклами у нас будет контроль времени выполнения. Сейчас очень много систем однопоточных, да, соответственно, если у нас цикл будет выполняться, мы никак не контролируем, как долго он будет выполняться. Будет там 100 тысяч объектов перебирать, 5 тысяч объектов. Время – это та проблема, время отклика. Это та проблема сложности, которая мешает вот эти циклы. То есть я, если использую цикл, я никак не контролирую, как долго он будет выполняться. Понятна проблема? То есть уже, как минимум, есть одна проблема, которой циклы будут мешать. Сделать статистически стабильное выполнение процесса. Длительные операции. Ну, это вот те же танки, да, игрушка, там очень легко понять. Длительность – это не значит, что она там в сутки будет выполняться. Длительность – это значит, что пока ты эту операцию выполняешь, кто-то другой должен ее… ну, кто-то другой тоже что-то делает. Ну типа если один танк едет, то второй тоже едет. Вот. И в этом плане в момент одной операции нужно выполнять какую-то другую. И в рамках одного потока мы это уже сделать не можем, да, потому что циклы. Тут что у нас появляется? А? Ну так, если я в этом event loop сейчас закачу цикл на 5 лет, то все остальное встанет. Это стандартная проблема десктоп интерфейсов, когда я в обработчике какой-нибудь кнопочки решил в базу данных сходить. Да, у меня в этот момент все приложение село. Это вот как раз эта проблема. То есть мы ее порождаем. Ну и как сейчас пытается решать эту проблему осинковые, это все тяжелые операции. Мы по сути дела приостанавливаем этот поток и переключаем на что-то другое. Ну как минимум есть решение. Еще можно последнее? Можно ли строить логику на обработке исключений? А какой проблеме она мешает? А вот. Ну да. Ну да. Соответственно, а что в этом плохого? Ответ, какую проблему мешает, это вопрос какой. А что в этом плохого? Расскажите, это библиотека модульных тестов, что логику нельзя исключения использовать? Нет. То есть как бы нельзя, но тут же можно. И тут же все этим пользуются и не плюются. То есть это опять говорит о том, что есть какая-то вещь, которая как-то где-то, возможно, как-то не так понята была, и она среди всех распространилась. Чтобы как раз отделить вот эти проблемы от, ну то, что важно и то, что не важно, как раз проще смотреть на эти проблемы сложности. То есть если вы видите, что в вашем приложении нет никаких проблем, есть какие-то проблемы сложности, которые вы пытаетесь решать, но применяемый прием им никак не мешает, не противоречит, то почему бы и нет? Сейчас вообще общество толерантное, норма очень сильно расплывается. Почему бы и в программировании тоже так же не относиться к глобальным переменным, исключениям и прочим вещам? Ладно, на этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова